Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы, если можно так вырезаться, обладаете достаточно фраборазоватыми личными границами, в том смысле, что вы не можете общаться с человеком как бы на разных датах. То есть вы, ну, по сути, вы с человеком, как вы с человеком, либо, значит, снизу верху, либо вы на него смотрите, снизу верху на человека как бы, либо вы сверху вниз, вот. А, значит, ну, так вот, чтобы вы были равны, да, ну, чтобы вы общались вот таким образом. Таким образом, как-то, ну, как если бы вы были равны, да-да-да, не получается, не получается, не получается. Вот. И мне видится так, что это, в первую очередь, именно, в первую очередь, учиться общаться на равных с своим партнером, если вы хотите, хотите, ну, каких-то таких, ну, хороших, равноправных отношений, вот. По-другому, по-другому, ну, наверное, просто не получится. Вот. По-другому просто не видят. Вот. То есть это, ну, опять же, это то, что я могу вам сказать, это вот, то, что, ну, то, что мне представляется, да, вот. Если, ну, если мы опираемся сейчас на общий какой-то опыт, это первое. Второе, вы, как бы, позволяете молодому человеку, да, своему мужчине, а, значит, ну, условно говоря, вам манипулировать. То есть вот, то, что он делает, это манипуляция, на самом деле. Вот. И это, вот, в какой-то степени, ну, перекладывание, ответственности, да, за, значит, за его проблемой, за его проблемой, а это его проблемы. Значит, прикладывание ответственности мало, по факту, по факту получается. То есть, как бы, как это выглядит, как это выглядит. У меня проблемы. Я, допустим, ну, к примеру, я в себе не уверен. Я боюсь того, что, что ты можешь от меня уйти, допустим. Я боюсь того, что ты можешь выбрать другого. И поэтому я не подпускаю себя близко, ну, к себе, например. А вы, как бы, принимаете эту позыку. И когда ты меня, когда ты меня обвиняешь в чем-то? Я, значит, ну, грубо говоря, чувствую себя плохо, когда ты меня с чем-то обвиняешь. Мне больно. То есть, ты меня обвиняешь в чем-то вместе с тем, я думаю, вдруг ты прав. Когда ты начинаешь наглеть, когда ты, грубо говоря, садишься на шею. А я... Мне это тоже не нравится. Вот. То есть, мне это тоже неприемно. Но в глубине души я думаю о том, а вдруг ты сделаешь все правильно, и вдруг я тебя должна. Вот. Раз вот есть неверность в себе, вы то управляете человека, да, то возвращаете его. И, конечно, да, ну, такой вот неустойчивый, в какой-то степени, ну, психика, может быть, вашего мужчины, и эта ситуация достаточно травмирующая. Травмирующая. Одним пунктом, конечно, идет момент, связанный с тем, что, значит, ну, что между вами общего, да. То есть, ну, непосредственно, что общего между вами, что общего между вами мужчиной, как вы, ну, выбрали. Другой рука за счет чего вы вместе. Вот. Ну, то есть, вот, как вышло так, что вы стали вместе, как вышло так, что вы стали встречаться и так далее. Вот. Это такой достаточно важный, как мне кажется, момент тоже. Что касается, значит, обвинения, то, во-первых, ясное общение, это, ну, можно использовать психологический аксидор. Вот. Вот это можно, в принципе, у Литвака почитать, автором Михаил Литвак. Он использует, в принципе, амортизации для поведения в, ну, в таком, в такой конфликтной немного истории, да. То есть, когда человек ведет, ну, когда человек, вот, там, откровенно агрессирует, или, что дорого, что дорого того. Вот. То есть, такой момент тоже может быть. Ну. Но, как правило, да, все, вот, такие, знаете, ну, чисто, чисто такие вот механистические, как мне кажется. История, да. То есть, это именно, ну, именно просто такой вот механистический подход к решению проблемы, вот. А, ну, на мой, например, взгляд, механистический, механический подход, он резко бывает качественный, вот. Поэтому я не рекомендовал бы вам, ну, просто смотреть, да, на то, как бы вы могли, я сам допустил. Эффективно общаться. То есть, я бы смотрел на то, как, эм, конфликт вас, например, взглядевает, да, я бы смотрел на то, как вы реагируете на этот конфликт. Вот. Если вам больно, то что из себя это боль представляет? Вот. Непосредственно. И уже дальше. исследовал бы то, как, ну, как, ну, о чем вы говорите, то есть просто вот. Вот. Ну, например, ну, например, а пока то, что вы описываете, ну, я мог бы, наверное, охарактеризовать в какой-то степени. С одной стороны, как некий страх, может быть, страх одиночества, может быть, страх быть ответственным, страх быть брошенным. С другой стороны, это некое восприятие мужчины, как, ну, вот, как, как некое восприятие, да. То есть, вот, когда вы говорите, как эффективно, эффективно общаться. То есть, вас интересует именно эффективность общения с мужчиной. Именно, вот, что называется, ну, как бы, результативность общения вас интересует с мужчиной. Тогда как мы общаемся не ради результатов, а общение происходит ради, собственно, процесса самого. И то, о чем мы говорим, мы говорим, то, что вот, ну, то, что поставляют наши разговоры, наши беседы, то, о чем я говорю, то, о чем ты говоришь, то это, наверное, является, ну, одним из таким, одним из таких достаточно серьезных аспектов, вот, на которые я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание, потому что, на мой взгляд, это весьма важно. Если, если в общении вообще не стремиться к эффекту, к результату какому-то, на мой взгляд, ничего хорошего, не получится, потому что само общение, общение в процессе, общение как момент, если угодно, оно будет, ну, оно будет простаивать, оно будет пробуксовывать, и никто в этой ситуации не выиграет. Ну, ну, вы не выиграете точно в этой ситуации, это, это сто процентов больше, больше, больше. Вот, поэтому, мне кажется, что обратить внимание на данный аспект нужно, вот, то есть спросить себя, я, ну, человек-то мне сам вообще интересен, как бы, то есть, я вообще, ну, человек-то, чего хочу вообще, вот. Человек-то вообще, вот, сам по себе человек я понимаю или нет, а он меня понимает или нет. Вот, а, значит, соответственно, что я могу сделать для того, чтобы, чтобы человек меня принял. Например, вот такие, наверное, нюансы, на которые нужно обратить внимание. Ну, самое главное, нужно, ну, вот, все-таки отделять. Когда все говорит о вас, да, когда все говорит про вас, когда все говорит про тебя. И, как-то вот, ну, знаете, позволять человеку взваливать на вас ответственность. Тогда, когда он говорит про себя, это ваша наигрывающая ошибка. И все, что нужно, это пользоваться техникой я-сообщениями. Вот, я-сообщения, вы можете самостоятельно изучить их в интернете, они действуют я-сообщениями. Вот, ну, а, в идеале, конечно, просто исследовать их с психологом, для того, чтобы научиться пользоваться несколько более эффективно. Вот, ну, а, вообще, у вас есть, очевидно, какой-то мотив. Да, у вас есть мотив. Такое отношение к себе перпеть, я полагаю. И мне кажется, что в первую очередь надо бы разобраться именно с этим, что это за мотив. Ого, и уже, 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 тогда будет, наверное, более понятно, что происходит. Ну, непосредственно, вот, с вами, что происходит. И, собственно, почему происходит. И, собственно, почему происходит. То, что, то, то, что происходит. Вот. Понимаете, да? Я, наверное, я надеюсь, понимаете, что я хочу сказать, вот, ну, вот, непосредственно этим, ну, своим, своим сказанием. Вот. Такое представление, я думаю, можно работать, я сейчас, сейчас посмотрю. Ничего не забыл. Так, у меня вопрос. Как можно эффективно действовать с болезненной самооценкой близкого мужчины? Эффективно? Никак. Потому что болезненная самооценка – это проблема самого мужчины. К вам она не относится, она, наверное, образно говоря, да, вот, ну, эта проблема случилась до вас, и эта проблема, она, ну, как бы, будет, скорее всего, скорее всего, она будет существовать. И после вас, то, если вы, ну, грубо говоря, останетесь, то эта проблема сразу-вторая будет существовать, так или иначе. Потому что, началась она задолго до того, как вы встретились, скорее всего. Вот. Поэтому это нужно иметь, обязательно в виду, ну, обязательно нужно иметь в виду. А вы сейчас берёте несколько ответов за это. И вот обратите внимание, да, что, обратите внимание, почему вы берёте ответ за это. Что тут вам жалко человека. Вы считаете, что человек не справится сам. Так как бы. Вот. То есть это всё очень-очень-очень серьёзное на самом деле. Нюансы, на которые мне нужно обратить внимание. То есть сейчас спрашивают меня о том, как мне подстроиться, как мне подстроить, именно подстроиться. чтобы не было конфликтов. Вот. А при этом вы, по факту, как мне кажется, демонстрируете, как раз такие, очень конфликтные поведения. Вот. Ну, именно в плане того, что не можете удержать личные границы твоей, да. Вот. И мужчина, он вроде как думает, что вот у него всё получается, да. Мужчина думает, что вот, мне можно вот так, или мне можно так. И потом вы раз, хоп, делаете, так сказать. Усё получается по-другому. То есть вы сами не уверены в своей позиции, сами не доверяете своей позиции. Вы сами, скорее всего, своей позиции подчиняете чему-то другому, чему-то ещё. Так. Доходит до того, что на обычный комплимент отстанет штыки обращать против меня, что он действительно не говорит, чтобы человек в другом, с которым всё будет нормально. Ну, понятно, да. Манипуляция. 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 Тут получается хорошо, ну и содержать человека тоже наверно не столько. Как вы его считаете? Потому что, знаете, как, бывает порад. Но, на самом деле, не хотелось бы, чтобы вас, ну, например, использовали. Да, я не хотел, чтобы вы были созависимы партнёром, а вы, ну, к сожалению, вы так навеваете некоторые мысли в этом направлении, так что значит, ну, имейте в виду, ага, вот, вот, на этом всё, что могу вам сказать, наверное, по тексту, так, удачи вам всего самого доброго, обращайтесь.